Всем привет, мои любимые подписчики, с вами Игорь Линк, и я хотел бы несколько дополнить свой предыдущий ролик про Cyberpunk, ответить на некоторые комментарии из-под него, но сначала я хочу признать свою неправоту. Не в том, что Cyberpunk обосрался, я до сих пор считаю, что это действительно так, а в том, что я в том ролике посетовал на то, что игра не зачла мне убийства одного из чуваков, которых нужно было убить по заданию. Так вот, действительно, это был не баг, это моя тупость, я его долбил не летальным скиллом, а нужно было просто после этого подойти и либо добить его выстрелом, либо использовать какой-то летальный скрипт. Я этого не знал, я на это не обратил внимания, и опять же, в начале ролика я говорил, что из-за того, что багов очень много, порой ты даже не понимаешь, это ты тупишь, или это игра опять забаговала. Так что, я думаю, что нет ничего удивительного в том, что когда я столкнулся с каким-то моментом, который мне был непонятен, я это, естественно, списал на какой-то очередной баг. На этом, я думаю, можно закончить и перейти уже непосредственно к комментариям конкретным. Ну, на самом деле, большинство комментариев были достаточно адекватными, люди писали, что им игра зашла, понравилась, но они понимают, что у меня есть баги, лаги, куча проблем, поэтому критики эта игра тоже заслуживает, и они понимают, что кому-то она могла не понравиться. То есть, они уважают мою точку зрения, а я уважаю их, если кому-то игра понравилась, пожалуйста, играйте, вообще никаких проблем у меня нет, у меня нет какой-то задачи, знаете, заставить CD Projekt Red обанкротиться, и какие-то ачивки у меня не всплывают, когда очередной человек не купил Cyberpunk. Были, конечно, и вот эти классические фанатики, в данном случае фанатики Cyberpunk или CD Projekt Red, вот эти люди, у которых, я не знаю, что у них не так с головой, но они воспринимают любую критику в адрес игры или в адрес компании, которая эту игру делала, как какое-то личное оскорбление. То есть, ты по фактам предъявляешь кучу аргументов, 16-минутный видос, полный всяких аргументов, видеозаписи, ссылок на различные источники в СМИ, и всё, что он мне отвечает, это «вот он, дятел нашего времени». Но если это единственный аргумент, который ты можешь привести в пользу того, что Cyberpunk это не говно, ну, мне даже и добавлять, в общем-то, незачем и нечего. Далее идёт такой уже более конструктивный комментарий, и на него я дам более развернутый ответ, соответственно, чувак пишет «продано более 13 миллионов копий, по мне так это успех». И действительно, это имеет смысл мерить успех игры по количеству проданных копий. Продано 13 миллионов копий, но я помню, что изначально CD Projekt Red планировала продать 25 миллионов копий до конца 2020 года, потом прогноз был понижен до 21 миллиона копий, и я так понимаю, что если сейчас действительно продано только 13 миллионов копий, а осталось там что-то около недели, по-моему, я не думаю, что они продадут даже 21 миллион копий, который, я напомню, является сниженным прогнозом, но окей, есть мнение, что издатели и разработчики очень часто завышают прогнозы для своих инвесторов, и что типа вот эти провалы, они на самом деле не такие уж и провалы, что они изначально на самом деле знали, сколько они продадут. И есть ещё один такой достаточно интересный момент, дело в том, что вот такие провальные запуски, они, как правило, дают последствия не на сам тайтл, который запускался, он-то продастся более-менее, как и планировалось, за счёт маркетинговой кампании в первую очередь, но проблемы как раз могут возникнуть в следующий раз, когда люди уже будут помнить про то, что было в случае с запуском Cyberpunk, будут помнить про все эти баги, лаги и проблемы, и они несколько раз подумают, прежде чем оформлять предзаказ. Ну и давайте всё-таки не будем забывать о том, что помимо 13 миллионов проданных копий, у игры есть удаление из PlayStation Store, непонятно, когда она туда вернётся и вернётся ли вообще, и более того, инвесторы CDPR, которые очень недовольны работой менеджмента, о котором мы ещё поговорим, они планируют подавать на компанию в суд, неизвестно, чем это закончится, но в любом случае, прям каким-то, вот знаете, успехом это всё назвать очень сложно. Вот этот комментарий я взял, потому что он меня ввёл в некое недоумение, давайте сейчас я вам его прочитаю, когда вы уже отстанете от киберпанка, ну это всё по стандарту, всё далеко неплохо, вот эту фразу мы запомним. Такие как Link, тупо хайпят, устраивают танцы на костях, я вот просто расхайпился, просто выше некуда, особенно с учётом того, что я выпустил ролик с отключённой практически монетизацией, потому что саппорт Ютуба по какой-то причине до сих пор, вот я сейчас записываю это видео, прошло уже где-то около пяти или шести дней после того, как я залил ролик на Ютуб, я просто не сразу его открыл, и до сих пор ролик непроверенный. То есть я не знаю, чем они там занимаются, может быть уже Новый год празднуют или Рождество, в любом случае я бы не сказал, что я как-то особо похайпил с сайберпанком. Такие как Link отдушина для лузеров, которые не в состоянии запустить игру даже на минималках. Ну то есть вот все комментарии от людей, которые пишут, что игра однообразная, унылое говно, это безусловно люди, которые не смогли её запустить на минималках. Только в этом может быть дело, безусловно. Я не защищаюсь и DPR, неумелый менеджмент совершил много ошибок. То есть вначале мы видим, что всё далеко не плохо, но в то же время в конце мы видим, что неумелый менеджмент совершил много ошибок. По-моему, когда менеджмент совершил много ошибок, одна из которых это выпуск полусырой и неготовой игры, это как раз и есть всё плохо. Когда игру удаляют из PlayStation Store и когда приходится деньги возвращать, по-моему, это, ну, как минимум, не очень хорошо. И прежде чем мы перейдём к следующим комментариям, пара слов о моих давних друзьях. Как вы помните, недавно мне нужно было ненадолго вернуться в Мурино, и единственная мысль, которая меня грела, это то, что там меня ждёт новое игровое кресло от ThunderX. Собрать это кресло вам не составит труда, даже если вы не отличаете крестообразную отвертку от... Ну вот это когда просто прямая. Вау! Выглядит как кресло из гоночного автомобиля. Ты просто садишься в него и уже выглядишь как какой-нибудь директор киберспорта. Кресло выполнено в чёрно-красно-белых цветах, а кожа имеет текстуру карбона. Ну и, наконец, подлокотники, которые вы без труда сможете отрегулировать так, как вам за благосоро... Чего? А, я так и написал. Ну и, конечно же, у кресла можно регулировать наклон спинки, так что, если у вас что-то в жизни не сложится, сможете использовать это кресло как кровать. А благодаря вот этому рычажку режима качания можете использовать это кресло ещё и как качельку. В общем, стильный дизайн, качественная сборка, регулировка по всем возможным параметрам. И вот вам ещё код на 20% скидку на весь ассортимент в фирменном магазине ThunderX, где вы можете найти и это кресло, и все остальные, и даже не только кресло. Советую вам переходить по ссылке в описании. Может быть, подберёте себе что-нибудь под Новый год с 20% скидкой. Отличный подарок получится. Ещё один очень важный комментарий, важный по той причине, что он олицетворяет огромное количество аналогичных комментариев. Вы сами просили, чтобы Cyberpunk наконец-то выпустили. Пожалуйста. А теперь жалуйтесь на графон, оптимизацию и так далее. Ну, начнём с того, что никто не тянул CD Projekt Red за язык и не заставлял их анонсировать игру 16 апреля. Это была первоначальная дата релиза. И тогда они ещё в первый раз, когда её перенесли, сказали, что им нужно время для того, чтобы дополировать игру, потому что они не хотят выпускать её сырой. То есть, то, что вот вы сейчас получили, по мнению CD Projekt Red, это вот нечто отполированное. А теперь представьте себе, как выглядела эта игра 16 апреля, в день, когда она должна была выйти. Это был самый настоящий п***ц. И об этом знали абсолютно все и разработчики, и руководители, и журналисты, в том числе, которым эту игру прислали, которые там проходили пару уровней. Можете сами сделать выводы, почему такое малое количество журналистов было выбрано, и почему такой странный выбор вообще был. Какие-то непрофильные совершенные издания получили игру. Потому что любой человек, который хоть немного разбирается в играх, он понял бы, что это действительно самый настоящий п***ц. И что даже до релиза, который был намечен на осень, это невозможно не то что отполировать, это было невозможно вообще хоть в каком-то приемлемом виде доделать. Недавно прошла встреча руководства и разработчиков CD Projekt Red, и разработчики спросили у руководителей, какого ху... Они анонсировали игру 16 апреля, при том, что они прекрасно знали о том, что игра не будет готова. Они никак вообще не успевали и не укладывались к этому сроку. На что руководители ответили, ну да, окей, мы берем вину на себя. То есть они сами не отрицают то, что это их проект. И теперь очень смешно читать вот такие комментарии. Вы сами просили, чтобы Cyberpunk наконец-то выпустили. Люди делали предзаказы. Люди, которые покупали игру на консоли, они платили 4000 рублей, при этом не получая практически никаких бонусов. Вы посмотрите, какие бонусы за предзаказ давали за Cyberpunk. Там какие-то фоны, аватарки, типа чего вообще? То есть люди явно оформляли предзаказы не из-за каких-то бонусов, не из-за того, что они там что-то на халяву хотели получить. Они хотели поддержать своих любимых разработчиков, своих любимых издателей CD Projekt Red. И эти разработчики, эти издатели, их просто наебали, кинули. То есть когда ты не успеваешь выпустить игру в срок, хотя изначально ты обещал это сделать, люди платили вот эти 4000 рублей за еще не вышедшую игру, потому что им пообещали ее получить 16 апреля. И вот эти люди, заплатившие 4000 или там 2000 даже рублей, кто на ПК ее покупал, они имеют полное право возмущаться тем, что игра не доделана. Потому что изначально им пообещали 16 апреля, то есть 16 апреля игра должна была уже выйти, и она должна была выйти без всяких багов, лагов и всего остального. И поэтому мне просто смешно читать вот такие комментарии, по типу того, что вы сами просили, вот они и выпустили, не нужно было просить. Ведь люди заплатили деньги, почему это они не должны просить дать им то, за что они заплатили деньги, когда было обещано сделать это вот к этому сроку. Поэтому я не знаю, кто пишет вот эти комментарии, вам типа нравится, у вас какой-то стокгольмский синдром, вам нравится, когда вас кидают на чинку-то или еще что-то. Большинство людей не такие, именно поэтому они выпендриваются и имеют на это полное право. Ну вот еще комментарии как раз тоже на тему этого, много таких комментариев было в разных вариациях, какой-то нытик лол. Знаете, это очень интересная на самом деле философия. Я понимаю, что есть какие-то люди, которым действительно все вот эти баги им не особо важны. Они спокойно играют, им там очень нравится сеттинг, просто они без ума от него, они баги просто даже не замечают. Окей, без проблем, к таким людям я никаких претензий не имею. И вот есть люди, которые жрут вот это сырое, недоделанное дерьмо по сути, и когда видят, что есть кто-то, кому это дерьмо не нравится, кто-то, кто не готов жрать это дерьмо, тот, кто возмущается и высказывает свое возмущение, у них возникает какой-то когнитивный диссонанс, они приходят к тебе в комментарии и пишут, что ты нытик. То же самое происходит, когда я вижу, что в комментариях кто-то пишет, что у него там какие-то баги-лаги были, к нему сразу присасывается какой-то мудак и пишет, что это просто нытик. Вот знаете, там пять лет назад выходили какие-то там игры суперзабагованные, и поэтому сейчас вы тоже должны жрать говно. Я заплатил 4000 за консольную версию игры и 2000 за компьютерную, в которой я по итогу играл. Поэтому я не собираюсь терпеть какой-то вот эти недоделки, баги и так далее. Я буду говорить об этом ровно столько, сколько посчитаю нужным. И я не понимаю, по какой причине это считается нытьем. По-моему, это не я ною, это просто кто-то говноед и терпила. Потому что только будучи говноедом и терпилой, ты будешь играть в недоделанную сырую игру и при этом еще затыкать тех людей, которые говорят, что камон, она сырая и недоделанная, за что мы деньги отдали. И еще были такие, знаете, совершенно сумасшедшие люди, вот реально адепты ПК. Обычно говорят, знаете, адепты ПК, ха-ха, типа просто чуваки, которые на ПК играют. Я тоже на ПК играю, это, в принципе, можно сказать, даже одна из моих двух основных платформ. Я половину игр прохожу на ПК, половину на PS4, ну теперь уже на PS5 буду проходить. Но есть люди, которые просто, они на каком-то ДНК прям уровне ненавидят консоли. Они вот просто сидят им, покажешь консоль, они такие... Я не знаю, почему так, с чем это связано и так далее, но все вот эти сумасшедшие люди, плюс какие-то крупные блогеры, которые тоже к этим адептам принадлежат, они писали посты, снимали видосы, писали комментарии следующего содержания. Консольщики сами виноваты, что получили вот такой вот неиграбельный кусок дерьма на свои PS4, Xbox и так далее, потому что консоли безнадежно устарели, и вообще, типа, что вы ожидаете? Ну да, графон хуже, а вы что, хотели, типа, как на ПК? Знаете. Если вы слышите, читаете или смотрите человека, который утверждает подобное, вас либо троллят очень толсто, и как бы, ну не нужно на такое вообще реагировать, либо человек просто дебил. По той причине, что устаревание консолей здесь вообще абсолютно никакой роли не играет, понимаете? CD Projekt Red изначально пообещала, что они выпустят Cyberpunk 2077 на PS4, Xbox One и вот на всех этих консолях. Когда ты говоришь, что ты выпустишь игру, подразумевается, что ты выпустишь реально игру. То есть это будет нечто играбельное, нечто, что будет иметь больше, чем 15 FPS, как это было в первые дни на PS4 и Xbox. Поэтому я вообще не понимаю, о чем здесь можно говорить? Типа, кому-то нравится на консолях играть, кому-то не нравится. Люди заплатили 4000 рублей, это в два раза больше, чем на ПК, им обещали игру, игру, которая не то, что никто не ждал, никто из владельцев PS4 не ждал, что они включат Cyberpunk и увидят тот же графон, что на ПК так думают только дебилы, у которых есть только ПК, и они сами думают, что вот чего консольщики там ожидали. Консольщики не ожидали, что там будет все как на ПК. Они просто хотели, чтобы это было играбельно. Нельзя назвать играбельным нечто, у чего есть просадки до 5-10 FPS, то, что в среднем выдает 20-25 FPS, при этом выглядит просто как мыльный кусок говна из 2010 года, она еще и крашилась постоянно, и багов всяких там в квестах и так далее, их было намного больше, чем в ПК-версии, даже сами разработчики признали, что ПК-версия была в приоритете, при том, что стоила она в два раза дешевле. Ну то есть я понимаю, что это такое злорадство, которое связано с тем, что многие консольщики угорали над ПК-шниками, которые получили кривой портер от Dead Redemption, который, я даже не знаю, сейчас он пофикшен или нет. Но в любом случае я считаю, что абсолютно недопустимо выпускать подобные неоптимизированные, сырые, недоделанные куски говна, как на ПК, так и на консоли, пускай даже и прошлого поколения, потому что, несмотря на то, что это пастген, цены там вообще не упали, игры стоят по 4, по 5, по 6 тысяч рублей, то есть они даже повысились из-за того, что рубль упал. Я считаю, что нет никаких проблем с тем, что каждый играет на той платформе, на которой ему удобно. То есть кто-то играет на ПК, кто-то играет на консоли, и все должны получить достойный экспириенс. То есть, еще раз повторюсь, никто из консольщиков не ждал графики, как на ПК. Люди просто хотели, чтобы игра хотя бы не крашилась каждые 20-30 минут, чтобы она выдавала хотя бы, не знаю, 25-30 фпс, она выдает 15, постоянно крашится, куча багов в квестах и так далее. Это ненормально. И когда такие ситуации происходят, то мне кажется, что мы, геймеры, пролетариат, должны все объединяться, вне зависимости от того, на какой платформе вы играете, мы должны объединяться против мерзких капиталистов в лице разработчиков игр, издателей и прочих мудаков, типа продажных журналистов и так далее. И мы все вместе должны требовать соблюдения наших прав. Потому что если мы не будем этого делать, потому что если мы пойдем на поводу у всяких дебилов, которые называют нас нытиками из-за того, что мы просто не хотим играть в сырой кусок говна и молчать, если мы пойдем на поводу у дебилов, которые устраивают консольно-покашные войны, то мы никогда в жизни не сможем объединиться и выказать свое общее негодование, недовольство, знаете, такой лучхейта, который должен ударить в руководство CDPR, для того, чтобы при этом было неповадно назначать всякие фейковые даты релизов, умалчивать и скрывать геймплей с консолей и прочих платформ, это то, чтобы в следующий раз они действительно отполировали игру, прежде чем ее выпускать.